Да, когда к Антонию Великому пришли три старца и стали рассуждать о том, что является главным в монашеской жизни, то один сказал, я считаю, что пост. Все закивали головами, да, это верно. Второй говорит, я считаю молитву, о, верно. Третий сказал, послушание, о, да, без этого не может быть монаршество. А Антоний молчал. Антоний, а ты что скажешь? А он ответил, все эти добродетели могут превратиться в страшные язвы для человека, если мы отнесёмся к ним без рассуждения. И постом можно умучить себя, и послушание можно вместо послушания Богу стать рабами человеков. А апостол Павел пишет, не делайтесь рабами человеков. И молитвою, если одни восходили на небо, то другие впадали в страшную прелесть, то есть самомнение. Слышите? Рассудительность должна быть. Как её приобрести? Дело в том, что есть некая рассудительность у некоторых людей по природе. Просто рождаются умные люди. Рождаются. Так же, как рождаются, некоторые рождаются красивыми, некоторые рождаются сильными. Кто-то рождается умным. Как всегда, очень, так сказать, в большом, так сказать, масштабе это редкие люди. Но рождаются люди рассудительные, умные. Но святые отцы пишут, что всё-таки тот человек, который постарается жить действительно христианской жизнью настоящей, бороться со своими страстями, у него происходит приобщение тогда благодати Божией. И тогда Бог может, но не всем, а некоторым, дать дар рассуждения. Слышите? Дар рассуждения. Как апостол Павел писал, Дух Святой один, а дары различны. Учтите, видите, даже у святых далеко не у всех был дар рассуждения. Даже не у всех святых были это. Вот тогда Господь даёт человеку, даст человеку уже благодатный дар рассуждения. Так что, если кто хочет приобрести этот дар рассуждения, всё, с этого момента, уже сейчас, прямо сейчас, вот здесь, должен прямо перед Богом сказать, Господи, отныне я постараюсь жить по Твоим заповедям. Насколько у меня будет сил во всём, в мыслях, в словах, в поступках, вот так, принять решение. Решение. Вы, наверное, обратили внимание, что никто решение жить по-христиански из христиан не принимает. Мы живём, мы христиане, и всё. За нас отреклись, когда детьми крестили, за нас от сатаны, за нас дали обещание Богу жить по заповедям, а сами мы. Нет, это же за нас. Ну, пусть они и живут. Кто дал за меня обещание? Мы никакой... Серафим Саровский на это так и ответил. Серафим Саровский. Когда его спросили, почему же это так плохо? Христиане-то такие плохие. Он ответил, нет решимости. Решимости нет. Мы не принимаем решение жить по-христиански. Никак. Я вот как живу, так и живу. Слава тебе, Господи. Я не хуже других. Ну, пусть не лучше, но и не хуже других. А может, и получше. А решимости нет. Вот так. Так что, если кто хочет приобрести, то надо прямо сейчас, прямо принять решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова